МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем на телеканале эфир хроника происшествий в студии Роман Ярыгин. Удар ножом в спину от собственной жены получил 46-летний мужчина. Все произошло в одном из домов по проспекту Амирхана. По предварительным данным, ссоре предшествовало застолье. В разгар веселья женщина схватила со стола нож и пустила его в ход. К счастью, ранения на спине и на животе оказались неглубокими. Тем не менее, пострадавшего было решено доставить в больницу. Причины, побудившие женщину на такой поступок, сейчас выясняют следователи. Стали известны подробности челнинской трагедии. Напомним, 16 января у одного из ночных клубов набережных Челнов вспыхнул конфликт между двумя компаниями молодых людей. Потасовка закончилась более чем печально. Один человек погиб на месте, еще двое попали в реанимацию. Меньше недели потребовалось челнинским полицейским, чтобы задержать подозреваемого в убийстве. Известие о ночной трагедии быстро разлетелось среди местных жителей. Заведение в районе достаточно популярное, как практически в любых ночных клубах. Конфликты между молодежью здесь не редкость, но до убийства дела не доходило никогда. Это было вот на улице где-то между подземками. Вот здесь просто завели, затащили, потому что было холодно. Как позже выяснилось следствие, сотрудники клуба немного лукавят. Обе компании в ту ночь отдыхали именно в данном ночном заведении. И конфликт начался именно здесь. Правда, за нож один из парней схватился действительно уже на улице. Нами был установлен человек, совершивший данное преступление. Им оказался 29-летний челнинец, ранее судимый за разбойное нападение. Судимость у него не снята, не погашена. Установить личность нападавшего особого труда не составило. Весь уличный конфликт зафиксировали камеры наружного наблюдения. Сейчас задержанный пытается убедить следователей в том, что ударяет 32-летнего мужчину ножом в шею. Убивать его вовсе не хотел. В ходе предварительного следствия он дает частичные признательные показания. В настоящий момент готовится ходатайство в набережной Челнинский городской суд об избрании и в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В самое ближайшее время 29-летнему мужчине будет предъявлено обвинение в убийстве. За жизнь еще двоих пострадавших от рук задержанного до сих пор борются медики. Вахитовский районный суд вынес приговор бывшему полицейскому, который жестоко избил задержанного. Напомним, все произошло в октябре прошлого года. Возле одного из торговых комплексов в центре города полицейские задержали нетрезвого мужчину и отвели его в опорный пункт. Спустя некоторое время оттуда его уже увезла неотложка. Одной из основных улик, которая легла в основу этого уголовного дела, стала запись с камеры видеонаблюдения, которая установлена в опорном пункте полиции. На ней видно, как задержанный мужчина, запертый в клетке, в какой-то момент, просунув руку через пруть и решетки, хватает и несколько раз дергает за капюшон куртки полицейского, который в этот момент стоит к нему спиной. Увидев, что форменная куртка порвана, полицейский выходит из себя. Каримов, несмотря на то, что задержанный находится за решеткой, более никакой опасности ни для кого из присутствующих не представляет, явно выходя за пределы своих полномочий, умаляя человеческое достоинство потерпевшего, действуя на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, выволок задержанного из камеры в коридор поста, где, унижая его человеческое достоинство как гражданина, положил последним на грязный пол и нанес руками и ногами последним не менее пяти ударов в область живота. То, что происходило в коридоре, не попало в объектив камеры видеонаблюдения, но после этого задержанному потребовалась помощь медиков. На машине скорой помощи его доставили в больницу. Там врачи диагностировали у него несколько тяжелых травм, таких как перелом ребер и разрыв внутренних органов. Мой доверитель проявляет гуманность. Он не хочет, чтобы обвиняемый сел за решетку. Ему достаточно, чтобы был вынесен обвинительный приговор с условным сроком наказания. Вот и все. Сегодня Вахитовский суд вынес приговор экс-полицейскому. Его признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима. Розили Каримова, взяли под стражу прямо в зале суда. Это дело, скорее всего, продолжится в мировом суде, так как потерпевший, 49-летний Радик Равкатов, намерен подать гражданский иск и взыскать с Министерства внутренних дел компенсацию за нанесенный моральный ущерб. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Сотрудник госавтоинспекции Татарстана Радик Гельмудинов стал настоящей звездой видеоканала Ютуб. Кадры, где он пытается задержать автомобиль УАЗ, посмотрели 3,5 миллиона человек по всему миру. Погоня происходит в селе Малая Шильня Тукаевского района. На кадрах видеорегистратора видно, как из машины ДПС выскакивает сотрудник и, обгоняя служебный автомобиль, бежит за УАЗиком. Захватывающая погоня человека за полноприводной машиной длится несколько минут. После чего автоинспектор все-таки настигает нарушителя. По мнению пользователей Ютуба, 33-летний старший лейтенант Радик Гельмудинов полностью опроверг мнение, что российские полицейские толстые и ленивые. Руководство отметило и премировало бывшего сотрудника. Кстати, за нарушителем гонялись не зря. Наказалось, что водитель был сильно пьян. Очередная авария на пересечении улиц Яхина и Саид-Галеева. В этот раз здесь столкнулись Тойота и Лада 12-й модели. С учетом того, что дорожные знаки вполне четко трактуют здесь схему проезда, спора о том, кто же прав в этой ситуации, у водителей не возникло. Подобных аварий на этом участке день от дня меньше не становится. Немалую роль в этом играет интенсивность движения. Дорога здесь довольно узкая и в часы пик внимание некоторых водителей невольно ослабевает. Водитель 12-й, мой друг, не заметил то, что Тойота по главной сворачивает налево. Думал, что он прямо подвигается. Решил тоже проехать прямо. То есть не усыпил дорогу. Получается, он вину признает. От крупных аварий спасает лишь то, что скорость потока здесь обычно небольшая. Однако нередко видимость водителям закрывают другие автомобили. В зимний период все эти факты становятся еще более актуальными. Ну, гололед на дороге, конечно, и затормозить не получилось бы. Вот тормозной путь есть, его немного отбросило даже сюда. Но скорость не превышалась. Как Тойота, так и 12-е получили довольно серьезные повреждения, ведь машины сошлись почти в лобовую. Никто из людей не пострадал, однако проезд этого участка на некоторое время был затруднен. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Моя часть выпуска на этом завершена. Я прощаюсь. Далее Сергей Шерстнев. Тема. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Прогулка по музеям совершенно бесплатна. Такой подарок на свой очередной день рождения подготовил заповедник Казанский Кремль. О том, на что можно будет посмотреть за белыми стенами сердца нашего города, прямо сейчас не переключайтесь.